В Тургестанской области 21-летнего парня убило током. В несчастном случае родственники погибшего винят местных чиновников. Говорят, что инцидент произошел из-за устаревшего столба линий электропередач. Ранее жители неоднократно просили заменить высоковольтные провода, которые проходили в опасной близости от крон деревьев. Динара Сабитова с подробностями. В семье Тогазалиевых большое горе. Глава семьи Керимжан, воспитывающий шестерых детей, планировал женить старшего сына. Но свадебное торжество обернулось трагедией. Второго сына Азамата ударило током. Спасти его не удалось. По словам родных, Азамат вместе с другом планировали собирать яблоки для праздничного стола. Но в какой-то момент он задел лестницей электропровод и потерял сознание. В попытках спасти жизнь молодому человеку родственники продержали его в земле около трех часов. Мы сбежали на крики и увидели лежащего без сознания юношу. У него посинели губы. Мы сразу же начали засыпать его землей. Надеялись, что земля вытянет ток. Теперь вы сами видите, что произошло. Отец погибшего говорит, что неоднократно обращался в сельскую районную администрацию с просьбой заменить или поставить немного выше линии электропередачи, которые находятся всего в четырех метрах от земли. Но местные власти просьбу проигнорировали. Даже и не знаю, как теперь с этим жить. Мы об этом говорили на протяжении пяти-десяти лет. Моя жена ходила в администрацию как многодетная мать и просила решить проблему с проводами. Никто даже и не сдвинулся с места. Большинство электрических столбов в сельском округе Каскасу более пятидесяти лет. Их опора гниет и словно вот-вот упадет, жалуются сельчане. А во время дождя, говорят они, можно увидеть, как провода искрят. Эти столбы установлены в 1969 году. Можно сказать, что этот столб держится на одном проводе. Тут постоянно ходят дети. Что будет, если несчастная линия оборвется? В местном Акимате в произошедшем винят самих жителей. Столбы были установлены здесь до того, как они заселились. Жители возвели свои дома, и столбы оказались на их территории. Не все так сделали, но многие. В местной администрации отметили, что решение этой проблемы зависит от поступления средств из бюджета. Чиновники говорят, что если деньги выделят, то в следующем году в селе установят 30 новых столбов.